приветствуем приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы нахожусь на лестнице наверху у гранатов и сейчас очень хорошо видны цветы и уже завязанные плоды уже полным ходом вяжутся и плоды и мужские и женские цветочки все работает и очень много еще и цветов вот смотрите еще только собираются почему сегодня тема эта возникла смотрите дальше вот тоже гранаты цветут и вяжут все сверху это особенность у гранатов но в этом году в эта особенность изменилась и вот я вам сейчас покажу вот сейчас под кустами деревцами инжира вот такие лепесточки а в июне месяце тут была картина конечно печальная цвели и опадали плоды и цветы просто все было усыпано цветочки а сейчас вот уже есть такие плоды продолжают на веточках вот сколько там вверху и здесь внизу снова же видите цветение идет очень красиво вообще когда цветут гранаты это по моему самое самое такое очень красивое появление цветы обалденное вот смотрите какая эта красота вот это осыпается уже плодик висит не опадает ну а секрет оказался очень простым в прошлом году и уже зимой этого года мне многие писали что гранаты не надо поливать я это они не делают в странах азии вот смотрите какие плоды сейчас уже вот и они мне говорили вот эти садоводы огородники которые выращивают гранат у них допустим в азербайджане никогда не поливаются гранаты и ничего никаких подкормок не делают всегда растут плоды гранатов крупные большие хочу вам показать что даже внутри тоже завязаны плоды видите и даже на веточке не крайне я показывала вам сейчас верхнюю а вот здесь вот смотрите прямо на маленькой веточке здесь тоже есть плод есть и на тоненьких завязи есть много вот здесь даже мучнистый червец вот мы его сейчас уберем это вредитель вот так вот потому что он будет наш плод портить вот смотрите какие уже симпатичные плоды вот и дальше там вот видите так вот я послушала послушала их и уже в июне месяце когда было холодно мы кстати их укрывали на зиму посмотрите как они у нас зимой были укрыты мы делаем им такие домики вместе с инжиром они зимуют вместе в таких укрытиях и эти укрытия мы очень поздно сделали в январе перед вот этим сильным морозом который у нас очень быстро принес антициклон циклон потом снег и мы успели укрыть буквально ночью укрывали допоздна для того чтобы сохранить эти растения ну а открыли уже в последних числах марта как у нас уже эта традиция такая и очень долго инжир приходил в себя чувство потому что была вот такая пора дождей май холодный и июнь дождь 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 но вот в июне очень много было цветение и у и все было конечно внизу все цветы падали и уже когда прогрелась почва и началось тепло я тогда взялась за дело радикально во первых мы начали поливать наши гранаты и инжиры а также начали делать подкормочки и сейчас я вам покажу какие подкормки я делала это очень важно если вам будут говорить что ничего не надо делать все это не соответствует действительности для граната очень важно проводить и подкормочки но не будет человек жить и что-то делать если он не будет питаться точно также и растение нужно кормить а вот здесь у меня любимые удобрения которые я использую на инжир и на гранат но естественно для огорода для сада очень активно использую это микро минералис и это жидкие органические удобрения которые создаются по современным технологиям без кислот это очень важно так вот я себе записи сделала 5 июня я вот сделала вот такую и защитную и подкормочную процедуру 5 июня 9 литров воды гаупсин дала потому что было в июне как раз дождей прохладно и плюс 15 миллилитров бора вот такой бор не борная кислота именно бор это две большие разницы хотя если бы не было бора можно было бы и бурную кислоту использовать но без гаупсина тогда потому что гаупсин это биофунгицид так вот 15 миллилитров бора и фосфор калий я обязательно использую вот фосфор калий это же ферма я просто уже много лет им пользую посмотрите фосфор калий тоже 15 миллилитров и сюда же добавила тесталип тесталип это биоприлипатель вот он у меня тесталип и вот это все вместе перемешала и обработали мы наши гранаты после этого вдруг стали не опадать листики тогда вот дождь шел все время мы никаких больше обработок не делали и 8 июля я себе видите снова выписку сделала четко все веду учет есть дневник 8 июля я уже взяла 10 литр воды это уже жара начиналась мы увидели что бабочка летает на инжире естественно вредителей много может и на гранаты напасть поэтому мы взяли скарада м вот два вида скарада м в погребе видите какая влажность вот именно плодово-ягодные и еще вот эти вот это скарада м картофель здесь два вида биопобочников которые справляются с всякими вредителями естественно еще добавила 15 миллилитров бора и добавила 15 миллилитров повторила вот этот считайте почти чуть чуть больше месяца и тестолип повторила эту обработку мои цветочки начали завязывать плоды и практически уже не опадали и 9 июля когда я обрабатывала весь огород кальции вот где у меня кальций вот кальций снова же это фирма снова же это органика это нано удобрения жидкие органические так вот 15 миллилитров кальций и обрабатывала все растения и вот этим раствором тоже обработала кроме подкормок хотя еще одну буду делать подкормку это подкормка будет фосфор калий обязательно для того чтобы формировались хорошо дальше плоды калий сейчас особо надо я еще провожу обрезку вот смотрите все время холодно не холодно у граната постоянно вот это поросль особенно здесь внизу мы тут поливаем а тут же у нас растет постоянно вот это поросль поэтому приходится обязательно потому что вы знаете так много уходит на питательных веществ на вот эти молоденькие веточки поэтому надо постоянно все лето идет вот это работа по обрезке и уже несколько обрезок так как сегодня у нас время хорошее перед это уже телец и перед новолунием я выбираю именно такие дни чтобы это было не болезненно для растений и обстригаем их внизу вот таким образом не давая возможность конечно полнолуние они растут я ничего не мог сделать и оставляю именно на этот период ничего страшного зато растения здоровые и вот таким образом постоянно мы стрижем вот эти веточки вот эти побеги вот эти уже подсохли и вот эта жара сейчас тепло я думаю что они успеют созреть те которые что завязались ну а те которые только-только цветут придется уже потом чуть чуть позже убирать и их так это оставлю на череночки один достаточно вот это отводок тоже сделаем вот а это мы обрезаем и все питательные вещества должны направляться сейчас растения к плодам которые должны созреть успеть созреть в октябре месяце ну обычно октябрь ноябрь так и вот это тоже убираю а вот эти у нас созрели вот это сегодня же сейчас я сегодня телец утро мы сейчас проведем укоренение от водков это отдельная тема вот у нас уже есть укоренение вон там рядышком видите сейчас я покажу как укореняется легко вот веточка была переведена вот с весны и уже в полноценной кусте обязательно нужно поливать гранаты без воды тоже не будут завязывать и удерживать плоды потому что без воды не получится ничего вода это жизнь тем более что сейчас вот такие уже температуры такая вот жара установилась везде и всюду поэтому обязательно нужно использовать вот этот важный агро прием увлажнение земли вокруг растения самого везде мы вот в диаметре где-то 3 метра увлажняем хорошо землю здесь рядышком и инжир и гранаты и мы увлажняем эту землю чтобы корни могли напиться воды в это жаркое время вот я ответила на комментарии наших зрителей коллег из средней азии у них нет проблем видимо у них в песке есть и этот кальций который нужен для того чтобы формировались росли плоды и там же есть калий фосфор но у нас этого нету и бор наверное есть поэтому нам нужно в носу глинки глина здесь вообще-то где растут вот гранаты чистая глина поэтому под корень при посадке мы естественно делали такую очень важную подкормочку остатки зеленого удобрения и мы вот и их посадили и они принялись и хорошо росли теперь наша задача еще одну подкормку фосфор кали сделать и убирать вот эти нижние веточки вверх мы уже не трогаем потому что вверх если буду обрезать снова же будут спровоцированы вот это цветение оно и так слишком большое цветение ну конечно прогрелы земля прогрелась и теперь вот так и гранат красиво цветет и вяжет плоды горяченко александр волик рассказали и ответили на вопросы как наши гранаты себя чувствуют тем кто у кого они вымерзли кто не укрывал мы говорим вам что нужно будет обязательно укрывать зиму будет по-прежнему холодные поэтому нужно обязательно заботиться зимой о зимнем прохождении зимы в этих в ваннах которые мы строим причем позитивном прохождении проживание гранатов это спячка в это время будет это листопадное растение они должны отдохнуть а затем снова же уже весной в конце марта но снова зависит от погоды открываем и радуемся вот этим прекрасным растениям которые называются вот таким интересным словом гранаты видимо из-за того что форма такая как у граната прощаемся с вами до следующего видео всего вам самого доброго до новых встреч в новых видео